Скандалы, связанные с допингом, происходят повсюду в мире. Чемпионы теряют карьеру, репутацию, миллионы долларов, а нередко даже и свободу. Но то, что в других странах становится личной катастрофой атлета, в России принимает масштаб государственной политики. Почему главное побеждать, а не участвовать, узнал Евгений Маслов. Он сейчас присоединяется к нам от знаменитой нью-йоркской спортивной арены Мэдисон Сквер Гарден. Евгений, можно ли говорить о всемирной эпидемии допинга или масштабы проблемы преувеличены? Да, Владимир, допинговые скандалы на самом деле сопровождают Олимпиады и спортивные состязания уже более ста лет. Препараты, позволяющие бегать быстрее, прыгать выше и дальше, применяли атлеты большинства спортивных держав. Не говоря уже о странах, которые рады даже нескольким олимпийским медалям, и их атлеты готовы ради победы на все. Разумеется, российский допинговый скандал самый масштабный за последнее время. Мир спорта знал скандалы, сотрясавшие его не меньше. И вот самые громкие из них. Канадский легкоатлет Бен Джонсон, его победа во время забега на 100 метров на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле стал одним из самых впечатляющих моментов в истории спорта. Результат Джонсона 9,79 секунды стал новым мировым рекордом. Но уже через три дня стало известно, что канадец принимал запрещенный стероид. Именно тогда применение допинга в легкой атлетике стало предметом обсуждения во всем мире. Из американских легкоатлетических скандалов, пожалуй, самый известный с Мэрион Джонс. Она стала олимпийской чемпионкой в беге на 100 и 200 метров на Олимпиаде в Австралии в 2000 году. Джонс лишилась олимпийских медалей после того, как ее бывший муж, тоже спортсмен, дал под присягой показания о том, что она использовала допинг. Джонсон настаивал на своей невиновности вплоть до 2007 года, когда она наконец признала, что применяла запрещенные препараты. Когда речь дошла о допинговых нарушениях российских атлетов, все тут же вспомнили громкое дело восточноевропейских спортсменов в 70-80-х годах прошлого века. Легкоатлеты из ГДР собирали урожай наград до тех пор, пока не выяснилось, что система допинговых нарушений там существовала на государственном уровне. И это именно то, что делает этот случай похожим на российский допинговый скандал. Мы следили за тем, как его освещали здесь, в Соединенных Штатах, и общались с американскими спортивными комментаторами, спортсменами. Многие поражены масштабом махинации, но высказывали при этом интересную мысль о том, что в спортивном мире в целом использование допинга и способы того, как факт этих нарушений скрыть, усложняются по мере развития технологий. Если говорить о самих тестах, то они сегодня очень высокотехнологичные. Но проблема в том, что по мере того, как тесты становятся сложнее, совершенствуются и технологии изготовления допинговых препаратов. Их становится сложнее выявить и обнаружить. Эти процессы происходят параллельно. Лучший способ бороться с этим явлением — пользоваться услугами независимого международного антидопингового агентства. Государственным структурам доверять контрольной функции в случае с допингом не стоит. В конце концов, они заинтересованы в том, чтобы были победы на Олимпиадах или в других спортивных состязаниях. Поэтому это не решает вопрос. Должен быть независимый контролирующий орган. Речь, как вы понимаете, идет, конечно, не только о легкой атлетике. В июле 2006 года допинговый скандал разразился после окончания велогонки Тур-де-Франс. Попался его победитель Флойд Лэндис. В нарушениях уличили и такую звезду, как велосипедист Лэнс Армстронг. Американское антидопинговое агентство в 2012 году предъявило ему обвинение в нарушении сразу нескольких пунктов антидопинговых правил. Среди игрового спорта в США особо отметился в этом смысле бейсбол. Звезда национального масштаба Алекс Родригес был отстранен от игрового сезона 2014 года по подозрению употреблений допинга. В счетом того, что прежде он уже был уличен употреблением запрещенных препаратов. Мы буквально сегодня встречались с известным нью-йоркским боксером Юрием Форманом и поинтересовались у него, насколько серьезной проблемой в американском спорте является допинг. Я думаю, что тут они следят за допинг. В Америке, если кто-то попался на допинге, ну если это, конечно, звезда какая-то, то все знают. В боксе, в принципе, были пару инцидентов, когда боксер принимал допинг для восстановления. Я не знаю, что случилось с этим скандалом. Вообще, я не очень верю, что все играют по правилам. В общем, подводя итог, Владимир, использование допинга – это проблема мирового масштаба. И каждый год международные организации дисквалифицируют огромное число спортсменов в связи с этим. Складывается вообще впечатление, что стимуляторами пользуются в той или иной мере большинство спортсменов. И вопрос для них стоит лишь в том, как умело это скрывать. Здесь уже за работу берется международное антидопинговое агентство. Владимир. Спасибо, Евгений. Отмечу, что в районе Мэдисон-Сквер-Гарден, где находится мой коллега Евгений Маслов, сейчас усилены меры безопасности. Это связано с терактами во Франции, где, напомню, погибли по меньшей мере 140 человек.